Хе-хей, ребятки, всем привет! С вами Борода, это канал Ниннави, и мы продолжаем проходить игру под названием Endless Journey. Ну что ж, я вам обещал, что второй выпуск всё-таки выйдет, и он выходит. Сегодня мы посещаем Верховную Башню. Говорят, здесь интересно и есть идея поформиться. Ну что ж, выставляем своих прекраснейших, сильнейших бойцов и демонстрируем, надеюсь, хороший результат. Но я вижу, что это уже будет сложно, потому что, как раз у нас, я просто молниеносно, и мне в любом случае это нравится, чтобы прокачать своих персонажей, потому что, ну, это никуда не годится. Едет, всё, что я рассчитываю, это то, что, когда ты убиваешь одного, тебе не нужно будет по 527 раз заново проходить всё. Так, хорошо, тут мы накинули, да, ресурс, да, это плохо. Допустим, здесь этот ресурс не нужен, поэтому мы можем улучшить его до 20-го. Я так понимаю, да, этот ресурс открывается на 20-м уровне, что, в принципе, терпимо, потому что мне не нравится, но пока хватает. Так, и знаете, что мне не нравится? То, что мне всё-таки придётся качать сержанта. Я максимально увиливал от этого, но, как мы видим, всё-таки это придётся сделать. Так, по вещам, больше, вроде как ни у кого ничего нету, да? По навыку, что здесь тоже, ну, в принципе, наверное, ничего. Окей, тогда, в принципе, мы сделали всё возможное по улучшениям. Давайте попробуем вернуться обратно в полную башню и надрать этим ублюдком заду. Ну, как бы мы же должны выиграть, правильно? В любом случае, при том, что у них 15-й уровень, они выносят 20-й. Так, вообще, как возможно? Я не понимаю этого, если честно. Так, давай, используем. Может быть, сейчас мы ещё что-то прокачаем там. Да, давай. Только 15, маловато, конечно. Так, шапки какие-то, всякая хрень. Объединить, и вы получите, получается, нового героя. Отлично. Но у меня этот герой, получается, есть. И это либо его улучшение. Так. Вау, балдёжная вещь какая. Хорошо, всё мне неинтересно. Окей, 300 получили. Хорошечно. Окей. Так, выходи отсюда, пожалуйста. Немного не понял. Да, я получил точно такого же персонажа ещё раз. Ну, это же неинтересно. Типа, у меня есть точно такой же. И... Что мне с ним делать? Возможно, его можно как-то сливать, по идее. Как в Raid of Shadow. Там, по идее, тоже можно было сливать персонажей. И, возможно, здесь то же самое. Чё такое? Нет, конечно, я не буду на него тратить. Почему у него с 10 уровня уже идёт требование этого ресурса? Или это только проходной этап? Скорее всего, да. Давайте попытаем своё счастье ещё разок. Возможно, нам повезёт. Или же мы прокачаем ещё раз такого же персонажа. У меня не хватит никакого ресурса. Да что же такое? Что же? Поехали. Давайте пробовать. Я не понимаю, почему 15 уровень персонажа, при том, что у меня у всех 20-й, кроме одного, я не могу их уйти, но это не очень. Пошёл на выход раз, пошёл на два, пошёл на три. Смотри, они в дальнейшем. Так, и холдуны-то ещё круче, чем я. При том, что 15-й, один персонаж всегда остаётся. Это не может не раздражать. Вот я вам 100% говорю, это не может не раздражать. Идём сюда. Хорошо, идём в компанию. Надо немного прокачать. Получение поддержки. Бежантов киска всегда. Ну, компанию-то, я надеюсь, мы тоже прейдем. Кстати, тоже очень трудно. Трудно, но хотя бы 4 героя остаются полушевыми кое-как. И мы идём дальше. Так, 14-й этап. Здесь идут 20-й ровно. Чтобы вы понимали, насколько же здесь сила противника, в той башне, где 15-го уровня врага, и в компании уровень врага 20-й метров. Когда нету, вот знаете, баланса, и это заводит тебя в заблуждение. Мы прошли, мы с трудом, но мы прошли этот этап, и всё равно. Понимаете? Хорошо, пробуем пройти ещё один этап, и скорее всего мы его уже не осилим. Скорее всего. Ну что ж, ребята, я вам хочу сказать следующее. Всё-таки я немного поторопился записывать следующий выпуск. Он, конечно же, выйдет, чтобы вы прекрасно понимали, что не всё может быть успешно даже у меня. Не нужно расстраиваться, если вы проиграли. Поддержите меня в комментариях. Если кто-то уже играет больше, зашёл дальше, буду благодарен за советы. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok